Здравствуйте! Сегодня приготовим домотокефтевес. В переводе будет котлеты из помидор или из томатов. Это самая-самая-самая вкусная закуска. Хотя у нас есть очень много вкусных закусок. Летних закусок. Есть очень вкусных, но для меня это в первую строчку. Или не знаю, если я правильно говорю. Вот укусишь, и каждый укус будет вкус Греции. Будете чувствовать вкус Греции. И в первую очередь, чтобы приготовить домотокефтевес, надо выйти в огород и собрать свежие травы, ароматные травы. Это у меня базилик. Это у меня, как называется, орегано. Это будет мята. Ну, сейчас вы увидите, как я буду их резать. И когда нам понадобится 4 помидора. Вообще-то берите сколько хотите. Я вам просто буду сейчас показывать на 4 помидора. Надо обязательно кожицу или кожуру, как правильно говорить, тоже не знаю. Надо ее удалить. И что делаем? Делаем маленький крестик на кожицу. И наливаем горячую кивиченую воду где-то на 2-3 минуты, чтобы потом можно было легко удалить кожу. Итак, травы. Травы у меня два вида, два разновидности мяты. Одна мята, которую мы добавляем на обеды, на котлеты, она называется здесь в Греции вьожмуш. У него есть более крупные листья, и у него есть очень такой сильный аромат. А другая мята, которую вы тоже называете мятой, у него листья более мягкие. И это та мята, которую добавляют обычно в сладости, в мохиту. Он имеет более мягкий вкус. Я оба эти травы добавляю в домотоки, в Тетес. И еще я буду резать базилик и орегано. Итак, я порезала мелко траву. И теперь мне надо мелко порезать лук. Лук можно брать любой. Хотите, можете взять даже зеленый лук. Это не имеет значения. Но надо брать только белую часть, а не зеленую часть от свежего лука. Потому что зеленые листья отдадут еще жидкости, которые нам здесь не нужны. Перекладываю всю зелень и с луком, который я порезала, на большую чашку. И теперь уже мне надо порезать помидор. Сперва надо почистить от кожуры и от семян. Поэтому я режу пополам помидоры. Не вдоль, а поперек, если я правильно говорю. И одной маленькой ложечкой я снимаю, удаляю семена. Еще я хочу сказать, что в этом рецепте можно брать любые помидоры. Даже черри. У черри есть очень хороший аромат. Они очень вкусные. Поэтому можно добавить. Тем более они не дают много сока. Потому что нам сок надо избегать. А так берите любые помидоры, которые в ваших странах, районах продаются. Этот рецепт из кухни острова Сандорини. У них там растет очень вкусный помидор. Маленький помидор. И он такой сорт помидора, который... У него мало жидкости, но зато аромата у него очень много. Тем более он растет там, где вулканическая земля. Не знаю, как правильно это сказать. Но эти помидоры считаются самые лучшие здесь в Греции. Они маленькие. И этот рецепт, именно если вы будете на острове Сандорини, обязательно закажите и попробуйте Домато Кефтерес. А тут это будет сказка. Итак, очищенные помидоры я их порезала ножом. Квадратиками, кубиками, не знаю, вы видели. Но ни в коем случае в миксером нельзя. Потому что в миксером уже не получится тот эффект, который с кусочками помидора. Хорошо перемешиваем всю зелень, которую мы уже порезали. И добавляем 2 яйца. Перемешиваем хорошо. И теперь уже надо добавить где-то 1 полную, такую хорошую полную столовую ложку манки. Добавлю еще и соль. И оставлю где-то на 20 минут, на полчаса. А, забыла. Я еще добавляю... Вилкой так порежу фету. И добавляю. Если вы будете делать... Пожалуйста, творог не надо добавлять. Потому что творог немножко жидкий. И получится у вас очень жидкое это тесто. Постарайтесь или найти фету, или найти такой сыр, который больше похож на фету. Теперь уже надо еще и посолить. Но солим аккуратно, потому что фета у нас соленая. И надо оставить где-то на полчаса максимум, чтобы манка разбухла. Или как-то так. Забыла еще сказать, что я добавила еще и черный перец, и красный перец. Но если вы все-таки хотите добавить творог, если можно, заверните творог в бумажное полотенце, чтобы бумага приняла в себя всю жидкость. И потом уже добавляйте в помидорную смесь. Как вы видели, очень много жидкости вышло. Но ничего не выкидываем. Просто от этой жидкости зависит, сколько муки я буду добавлять, или вы будете добавлять в эту смесь. Сперва я взвесила где-то 300 грамм муки. От этих 300 грамм в эту массу, которую я приготовила, я использовала только 200. Вначале я добавила муку. Вместе с мукой потом добавила и половину пачки разрыхлителя. Размешала с мукой сперва. Все перемешала. И потом уже постепенно, когда добавляешь муку, перемешиваешь и видишь, нужно еще муки или нет. Чтобы дать вам понять, это когда берешь ложку этой массы, и вся масса падает, одним куском падает, тогда уже можно понять, что смесь готова, и больше муки добавлять не надо. Я жарю в маленькую кастрюлю по двум причинам. Потому что нельзя много этих котлет сразу, невозможно пожарить. Потому что они очень легко, как сказать, очень быстро они краснеют, когда жарится. И пока вы последний поставите, первый он уже может у вас сгореть. Еще другая причина, потому что в маленькую кастрюлю можно поставить поменьше масла, но поменьше количество масла. Но когда в маленькую кастрюлю получается, что оно очень высоко поднимается уровень масла, и получается, как во фритюре. Вот вы видели, я вот сейчас поставила, вот у меня 4 ложки этих котлет. Следующая партия будет, там, не знаю, по 5, по 6. Ну, вы сами это увидите. Их жарить долго не надо. Как они покраснеют, они, ну, вы сами увидите, как они покраснеют, они быстро краснеют, и они уже готовы. А из-за того, что разрыхлитель поставили, они, видите, как будто они плывут на масле. Они вот, когда добавляешь ложкой массу, через несколько секунд поднимаются, эти котлеты поднимаются уже на, плывут по маслу. Как-то так. Я не знаю, как лучше вам объяснить. И продолжаю жарить с остальными. Забыла вам сказать, что я налила подсолнечное масло. И еще хочу вас предупредить, что где-то через третью-четвертую партию вы увидите, что масло у вас покраснеет. Оно краснеет из-за помидор. Вы не бойтесь, там ничего такого плохого в этом нет. А нам надо еще немножко приготовить и соус для этих помидор. Если есть зодики, конечно, можете сделать зодики. Но я в этот раз не захотела зодики делать. Я просто налила, посыпала немножко мяты в йогурт. Взяла греческий йогурт, добавила немножко мяты и оливковое масло. И ничего больше. Дома-Токи все-таки приготовила. Поставила я бумажное полотенце снизу, чтобы лишнее масло утекло. И теперь уже можно подавать. Подаем посередине. Я ставлю небольшую чашечку с йогуртом и мятой и так далее. И вокруг Дома-Токи-Фтедес. Эти Дома-Токи-Фтедес, не знаю, кто из вас любит узу или анисовую водку. Очень хорошо подходит эта закуска конисовой водки. И так, все готово. Теперь уже можно пробовать. Ну, а что тут говорить? Вы сами понимаете, это будет очень вкусно. Помидоры, фета, йогурт, зелень, эти травы, мята. Но это будет очень вкусно. Я даже и хвалить не... И хвалить мне не надо. Каждый укус и будет... Вкус греться у вас во рту. Приготовьте обязательно. Наслаждайтесь. Это будет 100%. Будете наслаждаться. И градиенты простые. Там ничего такого сложного и ничего такого изысканного нет. Наверное, мята у вас у всех есть. В магазине можно найти пучок. Если нету мяты, ну, на худой конец можно петрушку. Укропа не надо. Вы, мне кажется, укропом испортите весь вкус и аромат. Готовьте, наслаждайтесь. А те, кто будут на острове Содорини, заказывайте. Вы тоже поймете еще больше такого насыщенного вкуса. Ну, а я с вами прощаюсь. Увидимся в следующем видео. Пока!